Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала. Ну что, втягиваемся в травник и работаем, работаем, работаем. Итак, у нас подорожник, большой и средний бывает, там еще подорожники другие. Семейство подорожниковое, ну, саму суть нам важно знать. Исследования показали, что подорожник люди использовали около 4 тысяч лет назад. А определили это они, знаете, почем? По пыльце подорожника. Сбор, важно не пересушить сырье. И вот здесь, и вот здесь. Не написал, надо сюда вставить. Используют они просто листья, но используют еще и семена. Семена обладают мощными действиями. Ну, химический состав тут. Химический состав, важно знать, что внешняя оболочка семян содержит полисахариды, набухающие в присутствии воды и образующие высоковязкие слизистые растворы. То есть, как раз вот этот слизистый раствор с разного там веществами. Веществами, кстати, у него и жиры есть, жирные кислоты, способствуют тому, что он обволакивает, плюс у него же еще есть антимикробные действия. То есть, он обволакивает и уничтожает разного рода микроорганизмы болезнетворные. Вот тут фенольные кислоты, вот как раз они действуют. А как в древности определяли лечебные или полезные свойства подорожника Авиценна, Великий Авиценна, писал, вот как они разбивали, сущность, то есть, что он собой представляет. Значит, он бывает двух родов, малый и большой. И даже, видите, до Авиценны Диаскорид говорил, что он называется там многореберником и так далее. Значит, сущность, вещество, его сочетается, происходит из водянистости и землянистости. Благодаря водянистости он охлаждает, а благодаря землянистости стягивает. То есть, тем самым, если какая-то рана, ну, допустим, воспалена, жгучая, то, как бы сказать, он снимает охлаждением воспаление, а благодаря вот этой землянистости он его стягивает. То есть, он способствует хорошему ранозаживлению. Ну, тут не просто, значит, вот какой лучше всего употреблять. Дальше, корень подорожника суши и менее влажен. Холодность его не столь велика, чтобы оказывать анимение, а сухость его не доходит до жжения. Поэтому он чрезвычайно хорош для язв, о чём я вам и говорил. Ну, тут, говорит, Галин, это ещё раньше врач был, да, говорит, он холодный, сухой в третьей степени. То есть, если говорит по степеням, то есть, третья степень, это очень сильный свойство уже. Четвёртая степень, это, если растение обладает какой-то либо четвёртой степенью, то это, как правило, оно уже может убивать. Вот и действие, потом действие и свойства. Листья его вяжут и при том обладают холодной водянистостью, стягиваясь и успокаиваясь. Они препятствуют кровотечению, а будучи высушены, не обжигают. Поэтому они способствуют заживлению застарелых и свежих язв. И при язвах нет ничего лучше. Видите, уже эти свойства используются давным-давно. Подорожник хорош от горячих опухолей и ожогов огнём, от герпеса, крапивницы, рожи, опухолей у основания уха и свинок. Раны и язва. Хорош от злокачественных язв, от ползучих язв, хронических язв и глубоких ран. И стоит в этом отношении впереди всех лекарств. Значит, далее, что ещё важно сказать, это то, что подорожник благодаря своей вот какой-то вот этой вот... Вроде он и вяжет, но в то же время из-за своей вот этой водянистости он способствует разного рода проникновениям. А раз он способствует проникновениям, то, значит, он открывает разного рода там закупорки. И в частности, из подорожника при слоновой болезни делают лекарственную повязку, которая препятствует увеличению опухоли и способствует её опадению. Значит, слоновая болезнь, это ноги становятся вот действительно такие вот, отекают что ли, как у слона. Страшная вещь. Ну, вроде как от паразитов. Если впускать каплями свежий сок его листьев при боли в ушах, боль успокаивается. Отживание корня или стебля, или от полоскания их отвором проходит зубная боль. Семена подорожника полезны от кровохаркания, от чечевичной похлёбки, в которую его кладут вместо свеклы, помогает от астмы. Как давно там? Как давно всё это дело? Лечили, решали, использовали. Болезен он там при лихорадке. Помогает при укусе бешеной собаки, если прикладывать солью на укушенное место. Ну, дальше я привёл, как омердолатом асиация о нём отзывается. Ну, как правило, идёт повторение. Но, тем не менее, я всё это написал. Есть какие-то это. И дальше о семенах подорожника. Если вы будете выбирать семена, или вам пришлют семена там по почте, вы закажете, или сами будете собирать. В природах их холодна и суха. Лучшим является сочный, с черноватым и красноватым оттенком. Это важно понимать. А то что-нибудь пришлют, или что-нибудь вы приобретёте, а насколько они действуют, трудно сказать. Далее. Обладают вяжущими свойствами, помогают при закупорке печени, почек и болезни седалищного нерва. Итак, если теперь взять, как бы сказать, формологические свойства, это уже современная медицина отзывается о подорожнике. Противоязвенная, противоопухолевая, иммуномодулирующая, противолямблиная, противомалярийная, противовирусная, противорибковая, противовоспалительная, диуретическая и антибактериальная. Применение в медицине препарата из листьев подорожника используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Не только листья, но и семена, и корни. Значит, водные настои и экстракты из листьев являются способностью регулировать секрецию железь желудка. У кого там, допустим, что-то вот, вот с желудком непорядок. Что, чё, как делать? Да пожалуйста. Назначают как при пониженной, так и при повышенной секреции. Официально медициной установлено, что препараты из листьев подорожника оказывают болеутоляющее, противовоспалительное действие. Они эффективны при заболеваниях органов дыхания в качестве отхаркивающего средства. Отсюда в народной медицине препараты подорожника применяют при бронхитах, туберкулезе легких, коклюши, пневмонии, гастритах с пониженной, секреции, антиритах, колитах, язвенной болезни. Даже в качестве кровоочищающего средства используют. Помогает он при геморрое, воспалении мочевого пузыря, отеках на образованиях кожи. При гастритах можно применять отвар, приготовленный из семян, из расчета семян подорожника, из расчета 20 грамм семян подорожника на стакан воды, то есть на 200 миллилитров. И все это дело, лучше всего не отваривать, а все это делать в термосе. То есть вы помещаете 20 граммов семян подорожника, заливаете стаканом кипятка, закупориваете, оставляете на ночь, а утром уже можете применять. Можно использовать 10 грамм высушенного сырья, листья, также на стакан кипятка. Все так же. Здесь уже можно принимать по половине стакана три раза в день. Настой. Вот тут при раке желудка, легких, при подносах и воспалениях мочевого пузыря настой подорожника принимают раза в день по 100 граммов перед едовой. Настой так же. Настой делается так же. Одну столовую ложку высушенных, измельченных листьев заливают в эмалированной посуде стаканом кипятка. Но лучше все это в термосе делать. Не надо. Вот в термосе то, что надо. А то закрывают крышкой, она ставит на водяной бане 30 минут процеживает. Ну вот лишнее не надо делать. Все это в термосе сделали со стеклянной колбой. Это лучше всего. И пьют по одной, второй, одной, третий стакан на три раза в день. Значит, при раке желудка, при поносах, воспалении мочевого пузыря, при поносах и бурях кишечника пьют настой три-четыре раза в день. В акушерстве и гинекологии применяются при воспалении матки и придатков. Причем очень хорошо, судя по современным отзывам, специальные были исследования. Значит, пьют по 100 граммам три раза в день. При носовых, маточных и любых других кровотечениях пьют настой из смеси подорожника и крапивы жгучий. Поровну. По полстакана три раза в день. Вот как все тут. Теперь поговорим о соке подорожника. Сок из листьев отжимают в июне-июле. Можно там профильтровать. Все это можно сделать. Знаете, что бы я вам подсказал, вот как я, допустим, буду делать. И вот эти вот листики подорожника взяли. Хорошенько там помыли. Или в таком месте берете, где оно, чтобы чисто там было. Все это помыли хорошенечко. В блендер добавляете примерно 50 граммов воды. Ну там на пучок зелени, так примерно на глаз прикинули. Это все перемешиваете и у вас получается вот практически сок. Великолепно. Значит, он хорошо помогает как противовоспалительное средство при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, при пониженной кислотности желудка, усиливать секрецию железа желудка. Вот. И только можно употреблять. Так, используют, применять по 30-50 миллилитров. Значит, используется при энтергитах, при острых хронических колитах, при язвенной болезни желудка. Сок подорожника пьют по одной столовой ложке три раза в день за 30 минут еды. При язвенной болезни можно сок разводить кипяченой водой. Будет примерно 50 миллилитров. Компрессии с подорожника применяют при лечении злокачественных на образовании. Значит, если каплями капать сок подорожника в уши, боль, которая там имеется, то есть воспаление там среднего уха или еще что-то успокаивается. Ну, можете попробовать. Но, опять-таки, вот так почитали, прикинули и все, тогда уж на свой страх и риск. Ну, вот, можно еще вариант приготовления сока, значит, пропустить через мясорубку, потом эту кашицу отжимают. Далее можно к полученному соку добавить равное по количеству сахара или меда, а потом вот кипятят 25-20 минут. Ну, зачем тогда? Лучше тогда сахара, если вы добавили меда и все это покипятили 25 минут, мед уже превращается в набор сахара. Далее после остывания заливаю циклянные банки, плотно закрываю. Это уже какой-то сироп, прохладная месть, настойка из листьев подорожника, она снижает артериальное давление, пить по 30 капель раза в день. Далее сироп, вот как раз сироп, его применяют при воспалении верхних дыхательных путей, кашля, для отхаркивания, чтобы лучше слизь выходила, а также при желудочных и кишечных заболеваниях. Семена подорожника, вот мы дошли к семенам, значит, семена подорожника можно использовать как слабительное, для этого их употребляют в целом или истолченном виде, по одной столовой ложке на ночь или утром до еды, с киселем или чаем, лучше с киселем, опять-таки, вот эти вот обволакивающие свойства, обволакивающие и слизистые, что они делают? Они увеличивают массу содержимого кишечника, и как раз эта масса может впитывать в себя разного рода там шлаки, которые имеются, и эту массу в кишечник лучше может схватить перистальтика и ее туда направить, потому что если нету массы этой слизистой, что там будет эта перистальтика хватать? Ну, ничего нету. Значит, семена применяют как противовоспалительное и обволакивающие при колитах, вот если колит это воспаление слизистой оболочки кишечника, как его лечить? То есть, получается воспаление, то есть, ранка. Как раз вот эту ранку надо замазать, чтобы она не раздражалась и там как раз имеются вот в этой слизи вещества, которые способствуют заживлению при колитах, язвах желудка и 12-сперстной кишки для успокоения боли в период обострения язвенной болезни. Значит, подорожник в виде питья из семян или клизм из его выжатого сока полезен от язв в кишках и от желчного поноса. Останавливает кровотечение при геморрое. Кто там звонит? Ну что там? Что там такое? Да, ты видели, там тебе прослала Марк в войне рыбу ловит. Рыбу ловит? Ну хорошо, посмотрю, посмотрю. поймал рыбку. Хорошо. Ну вот жена, супруга. Для нее наиболее важно это чтобы в семье было благополучие, вот чтобы внучок был так сказать здоровым, вот чтобы он видите, рыбку там поймал в ванной. То есть, вот такие простые житейские мелочи, не вдаваясь ни в какие-то высокие материи, большинству людей вот это и надо. Ну а мы применяем семена подорожника при подносе по 1 грамму 3-4 раза в день. Наружно употребляет, при ушибах, порезах, нарывах, воспалениях кожи, ожогах, свежих мозолях и укусах насекомых. Кстати, сейчас будут и свежие мозоли появляться и насекомые кусать. Путники обращаются к подорожнику каждый раз, как натрут или побьют ноги. Чисто размятые листья подсушивают царапины, унимают боль. То есть, вот такое простое средство, с которого делают разного рода лекарства, оно очень и очень полезно. Значит, при слонове болезни используются в виде лекарственных повязок. В виде ванны при гнаничковых поражениях кожи экземы курс 12-14 ванн. Измельчают корни, значит, заливают его и все делают. Делают различные мази на основе порошка из листьев. 10 грамм берут порошка из листьев подорожника на 90 грамм свиного жира или несоленого сливочного масла. применяют для лечения гнаничковых и гнойных заболеваниях кожи. Даже применяют его от сибирской язвы. Вот так-то. Как пищевая добавка используется опять-таки при язвах желудка, 12-14 кишки, гаститах, колитах, при диубете. Салат, щи, подорожник тушеный с зеленью, суповая заправка из подорожника. Все это можно использовать. Вот сейчас, пожалуйста, вперед. Корень подорожника, его семена и листья, запоминаем, лечебное средство против закупорок печени и почек. Когда варят чечевичную похлебку и кладут туда подорожник вместо свеклы, такая похлебка полезна от водянки. Подорожник ланцетолистный, он примерно так же действует. Листья, настои, отвары. То есть, я вот постарался собрать не просто вот то, что там было известно, а мне интересует, что было, как раньше относились к подорожнику целители, что они о нем говорили, как они его применяли. И дальше, допустим, ага, что там содержится в нем, какие там рабочие вещества содержатся, то есть, химический состав, ага, как бы сказать, знаем за счет чего действует. И наконец-таки, вот как народная медицина, как современная медицина там применяют. Все это вот мне интересно, чтобы была единая информация. Она как бы дополняет друг друга. Кстати, побочные действия есть, возможны аллергические реакции, при приеме внутрь изжога, в качестве противопоказаний отмечают повышенную чувствительность и повышение секреции пищеварительных желез. способствия, если она и так хорошая, то она еще увеличивает, иногда это как-то раздражает. Вот такие вот дела. То есть, работаем, работаем над травмом. Еще, как я вам говорю, вот важно себя не заставить, а выработать полезную привычку, чтобы вы хоть часик, хоть полчасика, но ежедневно работали над какой-то там темой, которая вас интересует. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. до сих пор, до сих пор, до сих пор. Продолжение следует...